В структуре Донбасской национальной академии строительства и архитектуры пять общежитий. В них проживают около полутора тысяч человек. Ремонт первых блоков здесь начат в 2008 году. Здесь часть здания отремонтировали, а часть пока нет. Во втором общежитии новые комнаты, в каждой из них есть интернет, на этаже душевая. Александр Гнилов живет в отреставрированном здании второй год. Платит за общежитие 150 гривен в месяц. Завышенную цену не считает. У нас трое. Вначале мы жили вдвоем, потом третьего там поселили. Все нам нравится, все хорошо. Зимой тепло, хорошо, не дует. Студенты платят за комнату от 120 до 200 гривен в месяц, рассказывают в ректорате. Цена на место в общежитии складывается, как и на квартиру. Исплаты за квадратные метры, стоимости газа, воды, электроэнергии и тепла зимой. На все в академии стоят счетчики. Летом же студент отдает примерно треть от суммы обычных взносов. Только из-за того, что за ним остается часть комнаты. За проживание в общежитии цена у нас согласовывается с горосполкомом. И на протяжении года это и контролируется с их стороны. Каждый месяц это вывешивается в общежитии. Поэтому студенты видят реально свои затраты, как расходуется это все. Кроме того, если плата за общежитие слишком велика, студент здесь может оформить субсидию. Льгота полагается всем контрактникам, до бюджетников же размеру и зависит от стипендии. В целом можно сэкономить от 40 до 170 гривен в месяц. Пятикурсница Ольга Крупа оформляет субсидию каждый год. Я плачу по субсидии гривен 35 в месяц. А на первом курсе было меньше гривен на 10. Руководство академии стремится минимизировать расходы студентов, говорят в ВУЗе. Для этого ставят энергосберегающие окна, построили мини-котельную, чтобы тратить меньше газа. Студенты вносят деньги ежемесячно. Вопросы и жалобы здесь появляются редко. Однако не везде ситуация столь радужна, говорят в инспекции по контролю за ценами. Здесь обоснованность стоимости проживания в ВУЗах и техникумах проверяют каждый год. В прошлый раз весной инспекторы побывали в 15 учебных заведениях. Нарушения обнаружили почти везде. В основном они касались введения дополнительной оплаты, например, за душевые, прачечные или за уборку в номерах и коридорах. На сегодняшний день коливается плата за проживание в гуртожитке от 90 гривен до 150 гривен. Там, где мы установили порушения, мы застосовали санкции. Эти санкции коливаются от 50 тысяч гривен до почти 90 тысяч. После проверок плату за проживание оштрафованные ВУЗы и техникумы обычно снижают. Однако эта проблема остается актуальной. Ведь до сих пор ни министерством, ни областной администрацией не определены границы стоимости проживания и максимальный размер оплаты. Поэтому ВУЗы оставляют цену на свое усмотрение. Однако, если людей тарифы не устраивают, каждый может обратиться в инспекцию с жалобой. Тогда обоснованность стоимости проверят и, если нужно, понизят в течение месяца.